сегодня представили google pixel 8 и google писем пиксель 8 pro и они отличаются от семерки лишь только тем что в восьмерки восьмерки про основной модуль теперь f 168 диафрагма вместо f18 и ультраширик на прошке стал тоже лучше он стал f195 вместо стандартных f22 и телевик тоже стал f28 вместо f35 ну это на секундочку немножко улучшили какие-то моменты экран плоский это плюс и 7 лет поддержки android обновления но почему мне не нравится пиксель вот у меня есть фоточки на fpd поделились со мной у нас есть по 60 pro и у нас есть google пиксель 7 и 7 pro у которых одинаковые основные модули и вот чем мне вообще пиксель не нравится ну так же какие п-60 pro п-60 pro агрессивная обработка акварель как называют его и шарп а у пикселя как бы нехватка деталей вот смотрите вот сцена дневная с виду ничем не отличается если увеличить до 100 процентов масштабе то разница в чем у хуавей у нас такая вот акварель начинается в тенях у пикселя в тенях какая-то недостаточно в цветах и плюс чернота вот это вот чернота здесь вместо черноты замазана акварелью то есть нарисована не так хреново и так реново короче тут и те камеры которые мне не нравится ну еще iphone как пиксель снимает тоже с такой чернотой и samsung ну иногда еще у sony бывает какие-то проблемки у sony помимо всех этих проблем еще и детализация слабая так вот смотрите вот у нас хуавей берет и мажет камни вот эти он их выделяет то есть типа типа резкость надо не резкость у пикселя в принципе какие-то детальки есть поцелу издали да здесь они у нас есть вот просто но здесь на хуавей видно вот это вот обводка на пиксели но немножко есть а пока меня смотрите чуть-чуть на пиксели но это не резкость это естественная резкость но хуавей он их пытался и замазать чтоб шумов таки хоть не было как здесь и выделить получилось вот так возня какая-то еще плюс рип сенсор и зелень вот здесь вот у нас вот следующая фотка как всегда у нас хуавей начинает рисовать не сильно но вот в этой сцене не сильно рисовал например на крыше нарисовано и у нас вместо вот на пиксели какие то есть информация как этого здесь ход на полоски 3 а на хова и и нету ну плюс-минус тут особо разницы нету в этом месте вот агрессивная вот это вот резкость хаваевская и тени как всегда у пикселя какие-то в кустах непонятные черные цвета ну здесь п-60 начала листья рисовать съела их здесь и здесь везде и без и обесцветила то есть мы знаем если резкость повысить то будет обесцвечиваться здесь можно посмотреть на пальму или что-то за дерево что листья как будто бы искусственные чем на пиксели на и вот дальние объекты здесь видно что деревья дальние они как бы ну понятно что это дерево вот здесь на хуауэй но какая-то дичь просто сейчас я просто не в защиту пикселя говорю пиксель тут тоже такой себе я сравниваю с той точки зрения что что пиксель не очень как камера и хуауэй не очень если эти фотки не кропать то кажется что на хуауэй вообще такая резко перешарпленная картинка и обесцвеченная как черно-белая какая-то просто пикселей видно что в траве чуть-чуть ярче цвета а вдали вот такие были естественные то есть так и должно быть на самом деле несмотря на то что фотка так себе нот и вот эти дальние деревья тоже видны здесь на хуауэй уже непонятно что из-за перешарпа здесь вот если не кропать начинает казаться что на хуауэй не асфальт а какая-то трава вот тут зелень какая-то как будто бы что-то в траве здесь земля здесь трава вот пиксели асфальт видно да еще машина она черная я не думаю что от фонарей машина может стать такой фиолетовый фиолетовый ну и небо тоже фиолетовое какое-то если и кропнуть до стопроцентного масштаба то хуауэй детали это не детали это больше такая прорисовка то есть видно что написано на пиксель это меньше видно на пиксели у нас естественная деталь на хуауэй уже дорисованная и пиксель еще сделал как но как айфон любит делать типа как я вижу ну то есть как днем должно выглядеть здание здание например на вот таким она цветом его делает а на хуауэй вот свет светит теплая и здание теплое в принципе правильно ну вот здесь вот нехватка уже информация какой то все таки сами пиксель слабее в этом плане вот здесь замазана здесь что-то видно на петель в принципе но вот пережеванная подстанция на пиксели она нормальная но она такая еле-еле что-то видно но видно в целом что на пиксели естественнее но деталей как мало как на хуауэй потому что они нарисованы и сглажены так и на пиксели даже если вот не кропать особо то у меня картинки не очень здесь хоть они нарисованы эти деревья но не видно что дерево на пиксели они как будто бы вот испарились вот их уже и нету так следующая фотка и здесь мы видим что на хуауэй она более красочная более цветная прямо настолько цветная что такие неестественные цвета как неон какой то конечно же более естественно по освещению будет хуауэй потому что он освещает вот эту часть машины и машина у нас ну немножко видно от огней какой то оттенок на пиксели она как будто бы вот я не знаю фонари если отключить и включить солнце то она такого это будет как днем просто машина плоская в этом плане то есть есть плоская фотка когда фокус он когда вся фотка в фокусе например и есть плоские фотки когда ну просто фотка это монотонная вот она вот типа какой-то должна быть такой а неестественной даже не знаю как то объяснить но ладно стопроцентный масштаб ну видно как хуауэй рисует и может показаться что фотка более детальная на самом деле это не так это можно и по бордюру посмотреть что у нас такой естественный бордюр и естественный асфальт на пиксели на хуауэй чё-то уже дорисовано вот может видели когда асфальт сломан да где мы все ночью идете видно вот вот кого так вот глазом ты видишь но нифига вот не так вот это вот что за мультики на хуауэй и еще вот эти вот тени как всегда на пиксели тем есть на хуауэй тут вот она сгладила прямо как будто бы я мы это и не было дальше видно на хуауэй детали нарисованы на пиксели исчезающие детали то есть как лучше хрен его знает либо они нарисованные детали то есть их как бы нету но они дорисованы либо их нету я не вот превращаются в такую серую массу хотя не сказать что их не радость видно что это деревья какие-то вот кусты целостная да ну вот когда информации мало то пикселя как кусок серого чего-то появляется но вот пикселя фишка работа с hdr и пиксель все высветил на хуауэй хотя бы чуть-чуть но больше информации ну здесь такая же ситуация детали не больше но вот это вот часть она вот это вот естественно несмотря на то что кажется что но фотка с меньшим количеством деталей хотя это не так то есть вот те же деревья вот это видно что дерево это какой-то вот кусок чего-то в целом да в целом ну асфальт он такой на самом деле глазами я же думаю все асфальт видели но нифига не такой тут как будто бы реально после какой-то бомбежки вот это вот но не знаю смотрите тут опять такая же ситуация что hdr hdr толком нету ни на одном ни втором смартфоне хотя пиксель как бы славится своим hdr плюс вот какую тут разницу можно найти то что пиксель кусок здания в черноту вел баланс белого тут разный ну вот опять хавай чуть-чуть лучше с hdr немножко но лучше вот свет фиолетовый был видно на и здесь фиолетовый синий вот эта фотка ничего да сказал а пиксели ну здесь кажется что детали больше но это какие-то блоки видимо стоят но вот они не похожи на блоки вот на пиксели они больше похожи хотя из-за нехватки деталей здесь нет вот этих отдельных полос и ну оно какое-то монолитное все здесь какие-то мультики как всегда уховый но вот в целом на пиксели мне понравилось больше потому что пиксели он всегда любил оставлять какие-то тени на слайде вот игра с тенями сейчас конечно это далеко не так как это было там 4-5 лет назад но вот на этой фотке мы это увидели но опять же у пикселя тени но в этот раз тени как бы понятно что темно так и должно быть но в этой части он все равно как мне кажется пересветил несмотря на вот эту вот естественность ну вот хуавей здесь единственное что он здесь не замазал вот эту часть как будто бы естественно даже пикселя детали вообще 0 но я бы наверно отдал бы предпочтение пикселю они вот этому нарисованному чему-то это не издали это шар овершарпинг и плюсы рисования поэтому вот цвета здесь он не мог быть прям настолько ультро фиолетовым как должно было быть в этот цвет больше поверю поэтому делаем дело не в обработке вот этой да мультяшной дорисованной а в том ну это дело в том это кроп то есть никто же особо не кропает дело в том что разница будет именно в не стопроцентном масштабе видно вот это вот вся нарисованность оно глазом видно что фотка искусственная они настоящие хоть было в этом разница но что один смартфон мне нравится что 2 не нравится по обработке ну и вот еще одна фоточка здесь видим какой-то на пикселей вот фиолетовый оттенок есть непонятно откуда и еще чернота в этот в тенях ну и в целом все остальное норм у p60 про видно что пошла какая-то обработка на столе вот здесь какие-то нарисованные вещи плюс маркет зелень ушел вот то есть и без кропа она особо не видно если же кропнуть то мы видим что вы умудрился нарисовать даже вот эту бутылку вот естественно она вот так должна выглядеть а не вот так плюс сейчас мы посмотрим рисованность вот здесь вот видно что все естественно как должно быть а на p60 вот здесь вот началось рисование вот в этом месте вот ну и вот видно гаечки здесь нормальные как должны быть а на p60 про какие-то ну реально как мультяшные как будто бы их нарисовали они не похожи на гайки ну здесь детали на надписи нету у пикселя но по крайней мере видно что тут ну наклейка была на p60 про слилось начало надписи и ну вообще непонятно вот что это линии вот эти кривые то есть на пиксели детали как бы нету но они затираются тех деталей которых нету они не нарисовываются вот здесь они хотя бы ровно нарисовали рисовались но они криво так ну вилка вот прибора тоже видно что вот эта вилка на p60 про я даже не знаю как это назвать батарея здесь ровно на p60 про она какая-то кривая то есть в реальности на такой не должна была быть ну вот в зелень ушло rip сенсор себе дает знать плюс вот криво паркет нарисован то есть он здесь менее детально но он ровный чем на p60 про а такая же здесь ситуация что здесь кривые какие-то линии поэтому как то так пиксель 8 и 8 про как бы не сильно нам что-то и даст в какой-то картинке другой то есть разница особо то не поменяется единственно плюс наверное пикселя с другими смартфонами что у него фокусная эквивалентно фокусное расстояние 25 миллиметров в то время как у других 23 24 поэтому что-то поменяется но не сильно я лишь хотел показать то что один худший смартфон и второй худший смартфон что в них разница именно в какой-то обработке то есть нет такого прямо как прям улучшение какое-то когда ты сравниваешь например с viva видно страну что его детальнее и четче здесь же плюс-минус какая-то разница посмотрите посмотрите у меня обзор есть на мэйд 60 про там где сразу видно что другие смартфоны мэйд 60 про где видно что мэйд 60 про значительно проигрывает тому же viva то есть пиксель он такую детализацию не покажет без шарпа но пикселя ну пикселя обработка своя и плюс пиксели в данный момент не могут такую картинку вытаскивать как тот же viva или xiaomi 13 pro и так же советую посмотреть видео где сравниваю старый v30 pro Huawei Honor и с Magic 5 Pro и P60 Pro где тоже можно посмотреть что смартфоны как бы 3-4 года фирмы Huawei Honor ничего не сделали и еще хотел показать разницу Google Pixel 7 Pro и Google Pixel 7 у них стоит один тот же сенсор разницы нету да разницы нету Pixel 7a еще ну Pixel 7a может быть где-то и плюс-минус будет но в целом сам Pixel 7a он понятно что будет проигрывать ну и возьмем какой-нибудь там Honor V30 Pro где видно что по деталям все-таки Pixel еще догоняет да то есть он склаживания такого нету агрессивного вместо этого деталь сохраняется но шумы остаются но шумы остались и секунды и сшумы и ну видно небольшой шарп есть он совсем небольшой такой даже не вот какой-то там ну не знаю как его называть небольшой поэтому пиксель особо шарпом то не грешит iphone видно что iphone в той же категории что и пиксель хотя это 14 15 уж 15 на gsm арене в дата 4 мегапикселя у айфона шарпу больше хотя по на деталям он тут и лучше пикселя поэтому все она плюс-минус тоже уровне у айфона как подсвечиваются кранашки всегда посмотреть то видно что все таки у galaxy и xperia one mark 5 немножко детальнее картинка хотя у sony не сильно а у сапсунга больше из-за какого-то не сильно тут шарп но вот сенсор как бы побольше пикселей 200 мегапикселей у самсунга сильно такой большой разницы особо и не но в резкость на самсунге да где здесь надпись для самарена было вот на самсунге кстати видно это обводка на карандашах но и на xperia чуть-чуть видно потом году на xperia шарпа стала больше чем было в прошлом вот а самсунге больше всего и потом идет на sony на пиксели вот строение с ними вообще как будто бы нету и и кстати если взять huawei то у huawei в этих местах видно как он замазывает вот он мажет прям это вот такая обработка у huawei несмотря на то что и шарп тоже у него есть сейчас покажу на примере с мэйтом как он замазывает фотки посмотрите должны быть такие полоски на пиксели конечно их меньше потому что меньше шарпа но и меньше деталей huawei делает вот так вот прям замазывает и полосы какие-то остановятся непонятные вот это конечно не есть хорошо